Большинство женщин не имеет возможности регулярно посещать спортзал, даже при огромном желании. Но все мы постоянно делаем уборку в доме. Оказывается, эти два занятия можно с успехом совместить. Сегодня Анита Луценко расскажет, как рутинную уборку превратить в настоящее фитнес-занятие. Анита, здравствуй. Привет. Ну что, как себе моя комната, в которой сегодня нужно убрать? Все очень похоже на правду. Да. Скажи, пожалуйста, ну почему стоит заниматься не просто уборкой, а фитнес-уборкой? Надюш, дело в том, что не все женщины могут заставить себя пойти в зал. У кого-то дети, у кого-то слишком много работы. Но каждая из нас каждый день делает уборку. А вот давай сейчас проверим. Скажите, кто из вас регулярно делает дома уборку? Практически все. А кто регулярно ходит в фитнес-центр или в спортзал? Практически никто. Тогда получается, что нам всем абсолютно нужно сейчас усвоить урок от Аниты и срочно приступить не к уборке, а к фитнес-уборке. В чем же ее польза? И еще один из плюсов домашней фитнес-уборки, тренировки в том, что много женщин стесняются идти в зал. А дома никто не видит. Есть моменты, когда дома никого нету. Можно заниматься, свое удовольствие, ни в чем себе не отказывая. А в чем польза упражнений, которые мы делаем во время фитнес-уборки? Почему это полезно? Ты знаешь, пользу фитнес-уборки доказала одна женщина, американка, Каролина Бартс. Она, будучи матерью двоих детей, очень сильно поправилась. И она решила, что я буду тренироваться дома. Она начала занятия с того, что каждый раз, когда она подходила к мойке, она делала 10 отжиманий. И еще было несколько вариантов, когда она делала упражнения. Она пришла в великолепную форму, а кроме того, из своего изобретения она сделала бизнес, потому что фитнес-уборка стала очень мега популярной в Америке, потому что она работает. Так, я начинаю верить, что фитнес-уборка работает, но почему же тогда, если убирать дома так полезно, и это может заменять физкультуру, большинство из нас все-таки не имеет такой же формы, как, например, у тебя или у тех девушек, которые регулярно ходят в спортзал? Все дело в отношении. Если мы прибираем и чувствуем, что это тяжелая, рутинная работа, которую мы обязаны делать каждый день, то это одно дело. А если мы с удовольствием, да под музыку, с ощущением того, что мы вычищаем не только квартиру, но и все лишнее со своего тела, тогда эффект намного лучше. Британские ученые взяли исследование. Половине горничных сказали, что во время фитнес-уборки у них прорабатываются все мышцы, и они худеют. А другой половине ничего не сказали, они просто продолжали выполнять свою работу. Так вот, те, кто знал, что они приносят пользу своему телу во время уборки, похудели к концу месяца значительно. Я тоже так хочу. Да? Кто еще так хочет? Значит, мы будем сейчас заниматься фитнес-уборкой. Научи нас. Что мы будем делать? Начнем мы с тряпок. Тряпки есть всегда, везде. Без них не обойтись. И ноги всегда проблемная зона для женщин. Поэтому мы начинаем мыть пол. Подожди. А вдруг прямо сейчас кто-то моет пол? Я уверена, что такие женщины есть. Возьмите свои тряпки и сделайте так, как покажет Анита. И вы почувствуете эффект, да? Смачиваем тряпки водой и бросаем на пол. Аккуратненько, так, чтобы у нас вся стопа поместилась. Так. Становимся. Нам же нужно протереть пол, правильно? Конечно. Мы отставляем ногу вниз, скользим, касаемся пола. Другую руку поставили на пояс. И меняем. Сначала сделаем медленно. Другая нога. Теперь, Надюша, ускоряемся. В одну сторону, в другую сторону. И теперь добавляем небольшое продвижение вперед. У нас же квартира большая, правильно? И добавляем продвижение назад. Это достаточно интенсивное упражнение для мышц ног. Слушай, я представляю, как обрадуется муж, если он зайдет в это время в квартиру. Да, не забываем, что такие упражнения намного приятнее делать, если мы включили заводную зажигательную музыку и воспринимаем это как пользу для себя. Только нужно быть немного осторожной, потому что тряпки мокрые, чтобы не подскользнуться. Ну, мы всегда осторожны. Ага. Пол помыли. Ну что, тряпки нам уже не нужны? Да. Откладываем. Идем дальше. Берем пример с нашей домашней мамочки, которая привела себя прекрасно в форму. И каждый раз, подходя, например, к раковине или к столу, мы делаем отжимания. У нас есть стол. Ставим руки широко и делаем отжимания. Опускаемся вниз и наверх. Сколько раз за день ты, например, моешь посуду? Раза три. Если три раза ты подошла к раковине и сделала по 10 отжиманий, то у тебя уже 30 отжиманий за день получилось. И если каждый день ты будешь выполнять такие упражнения, то руки приобретут приятный рельеф, сделали 10 отжиманий и потом так оп и начали мыть. И понимаем, что мыть посуду приятнее, чем отжиматься. Или, например, еще вариант. Сын моет посуду, а я, чтобы порадовать его, отжимаюсь. Рядом просто отжимаешься. Правильно. Так, идем дальше. Берем швабры. Как мы можем мыть пол? Мы можем просто мыть пол, обычно наклоняясь, при этом у нас затекает спина, нам неудобно. Но можем сделать опять-таки все дело с пользой. Учимся мыть пол так, чтобы не спина затекала, а прорабатывались ноги и мы приходили в форму. Хорошо. Каждый раз, двигаясь за шваброй, мы делаем выпад и возвращаемся обратно. Делаем 10 раз на одну, при этом мы меняем все время движение. У нас же пол, мы не забываем про то, что мы прибираем. В одну, в другую сторону меняем все время направление. И какие мышцы у нас при этом работают? У нас работают мышцы ног. Вместо того, чтобы затекала и уставала спина. Да, правильно. А мышцы ног это самая большая мышца, задействуя которую мы тратим много-много калорий. Я даже подозреваю, что и попа подкачается. Да, будет такой бразильский вариант. Если вы там пол моете, меняем ноги и продолжаем. Продолжаем. Ну, только не с таким выражением. Прекрасно. Ну, действительно, если представить, что играет хорошая музыка. Да. А я себе все время повторяю, что я доставляю не только удовольственную пользу организму, и квартиру тут чищу. Вообще красота получается, да? Важно отношение. Меняйте свое отношение к уборке. Как мы моем пол? Ну, вот так вот. Ну, как, ну, сравни, да? Здесь и тепло стало, и дыхание, участилось сердцебиение. Кстати, мы одеваемся на уборку так, как фитнес-зал. И если вдруг нам попадается, например, стул или стол, то что мы делаем? Мы не вот так вот залазим вниз и что-то прибираем. Нет. Мы добавляем еще больше нагрузки. Одну ногу отставляем назад на носочек. Стоим на передней ноге и подсаживаемся вниз. Практически полностью опускаемся. Да. Угу. И при этом ощущаем хорошо ягодицы. Вниз и вверх. А как нужно держать спину в этот момент? Спину мы всегда, абсолютно всегда держим ровно. Ни в коем случае не округляемся. Это вот тоже, кстати, отличие обычной уборки от фитнес-уборки. Потому что, когда мы просто убираем, мы забываем о том, что нужно держать спинку ровно. Так, ноги напрягаются. Прекрасно получается, да. Мы попробуем сейчас еще одно упражнение, которое будем использовать во время нашей фитнес-уборки в следующий раз, когда будем прибираться. У нас есть всегда что-то, что нам нужно положить вниз или что-то взять с пола, собрать какие-то детские игрушки, положить что-то в полочке. Мы берем полотенце. У тебя тоже есть. И как мы его кладем? Как мы его раньше ложили? Вот так вот, да? Мы это делаем не как обычно. Мы опять-таки задействуем мышцы ног и приседаем. Кладем. И поднимаемся. Угу. Да. Вроде элементарно, но если мы введем это в привычку, то каждый день мы отличную нагрузку даем своему телу. А в чем разница между тем, как мы раньше бы положили, просто наклонившись, или когда мы присели вот так, как ты сейчас показала? В отличие от того, что мы нагружаем поясницу, когда наклоняемся, присаживаясь, мы активизируем мышцы ног, таким образом тратим лишние калории, укрепляем мышцы ног и формируем форму. Так, и еще один вариант, который можно попробовать практически прямо сейчас. Угу. Это наша раковина. То есть вы уже можете начинать пробовать, это точно? Это раковина. Да. У нас посуда здесь, да? Мы поднимаемся на носочки и моем посуду. Также мы укрепляем икроножные мышцы, мышцы ног. И удерживая равновесие, каждый раз мы укрепляем мышцы пресса. Угу. Потом мы с этого положения помыли две тарелки, осталось еще две. И мы присаживаемся вниз. И удерживая в статике мышцы, моем остальную часть посуды. Обалдеть. Элементарно, времени не тратится вообще. Как и раньше, моем посуду, укрепляем то икроножные мышцы, то ноги, пресс. Ну, в общем, сплошное удовольствие и польза. Ну что, все запомнили, как нужно убирать квартиру, чтобы это была не просто рутина, а настоящая фитнес-тренировка? Да. Я уверена, что вы запомнили, как уборку превратить в фитнес-тренировку. Для улучшения своей физической формы. Привет, Ютуб. Хочешь отличную фигуру, тогда подписывайся на наш канал, и мы будем заниматься с тобой вместе.